Девушки отдыхают 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 распакованы уже в новой квартире. Вы настаиваете... Хотите, посмотрите, пожалуйста. Вот. Вот видите, как живописно. Живописно. Впечатляется. За этим столом, кстати сказать, очень удобно играть в разные настольные игры. Мой старший сын увлекается нардами. Он очень любит играть в нарды. А это происходит таким образом. Нарды перемещаются вот на этот стол. И мы вместе с ним, либо дети между собой развлекаются. А еще эта комната удобна тем, чтобы они... Очень удобно гонять вот такие вот машинки. Где-нибудь я куда-нибудь пульт задевала меня. В общем, он с пультом. Отлично. Эта машина управляет. И когда мы едем по городу, он видит эти машины и говорит, как у меня машина, как моя поехала. Мы сегодня вот с маленьким увидели такую же машину в городе. В этой части мы не появляемся практически. Потому что коллектив, он наш семейный, абсолютно не пьющий. И, в общем, мы фанаты здорового образа жизни. Это не наш уголок. Поэтому он просто в части интерьера. Довольно красивый. А здесь мы расставлены просто фотографии. Это уже наши. Это мои мамы с папой. Когда были молодые. Это моя мамулька уже позже. Это я с Анечкой, когда ей было два годика. Это вот Сенька, когда был маленький совсем. Старший сын и Тёмка. Какая-то я в звездном городке. Между прочим, на самом деле нахожусь в космическом корабле в самом настоящем скафандре, который весит 11 килограмм. Вот здесь тоже стоят фотографии. И разные. Периодически обновляется экспозиция детских рисунков. Вот совсем недавно Аня изобразила вот вот такую вот абстрактную, абстрактную такую картинку. Это вот все детки. Это все они. Это я, кстати, маленькая с папой. Похож. Похож на своих детей, кстати сказать. Ну что вам еще показать? А вот в это зеркало я смотрю на себя любимым, когда собираюсь выходить из дома. Как они быстро бегают. Да, вот когда я собираюсь уже уходить, вот последний штрих. Все, посмотрелись, все. И побежали. Ни мною повешено, не знаю. Но иногда она издает вот такие вот гулки. Вот такая штучка забавная. А в шкафу? Ну что я в такой вот. Гардеробный, не гардеробный. В склад такой. Сумки и верхняя одежда. У меня детей и другой интересует. Они все время спрашивают. А что это за красная кнопочка? Мама, а можно мы сейчас это нажмем? А что это за кнопочка? Либо давайте не будем пока этого делать. Нажимать не надо сейчас. А если мы нажмем, то что будет сейчас? То что произойдет? Ну таки. Любозначные люди. Высокохудожественные полки. Ко мне ухтем пробраться. Смотрите, какие интересные такие статуэсочки. В центре этой экспозиции, видите, фигурка врача-офтальмолога. С этим, с буквами. Я, кстати, первое, я сама заметила. Я не обращала никаким малейшего внимания. Ну, был потрясающий корабль. Когда-то мне подарили модель в два раза больше. Действительно уникальной работы. У меня дома хранился. Так я его оберегала, как могла. Пока не появился на светле этот малыш. Который просто, когда ему было два годика, все это уничтожил. Все эти ниточки, все они были сплетены. Несчадно оборваны. В общем, этот корабль назывался «Валерия». Почему так делал? Такой эксклюзивный был вариант. В общем, не сохранился в живых. Вот это вот не наше. Ну да, вот эта шапочка тоже не наша. Шапчонка с токами. Да. Узбекистан 50. Мерить не буду, можно? Ну что, шагаем дальше. Говорить громко не буду, потому что у меня вся команда уже спит. Это детская ванная. Вот, собственно, здесь начинается наше утро. Детская ванная. Всегда завтра с утра пораньше. Они зайдут прежде, чем отправиться в школу. Учебный год уже начался. Чего не поделаешь. Как я сегодня говорю старшему сумасыну, Тёмка, поздравляю тебя с началом учебного года. И она такая, как бы, острякся мамочкой, говорит, «Мам, ну зачем ты мне так говоришь с началом учебного года?» Ну, я говорю, с началом плачевного года. Вот так они хотят. Хотят отдыхать. Хотят учиться хорошо. Дальше, пойдемте от себя. Это кабинет, где дети делают уроки. Я скажу, это кабинет доктора изначально. Понятно, да, что это не совсем приспособлено, скажем, для занять учебу двоих детей. Тем не менее, пока нас, конечно, это очень даже устраивает. Все равно как-то размещаемся. Ну, вот видите, как им повезло. В зеленом сукне будут уроки делать. Вот, кстати, еще один балкончик. Он такой, опять же, в нашем варианте он носит такой вариант. Вот, скажем, под сутки. Вот видите, дождик, погода отвратительная, ничего не видно. А на самом деле, если бы пришли пораньше, то вы бы увидели вот через дорогу, да, нет? Как раз тот самый доктор Куенков с этого балкона через подзорную трубу вызирал на своих сотрудников. Наблюдал за ними. Все про них знал. Кто работает, а кто пьет кофе. Осторожно, не упадите. Здесь шнур. На гитаре играют кто придется. В основном, струны дергают все понемножку. Дети взрослые, но по-нормальному не играть никогда. Ну, понимаете, дети занимаются на фортепиано. Сейчас покупаю рояль, вот еще его не привезли. Вот в этой комнате спят они все. Ну, конечно, не очень может быть удобно. Что, у нас сейчас пока одна детская комната. Ну, это временная, Юля. Временная трудность. Конечно, нам сейчас всем очень хорошо, комфортно. Живем все спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok